Книга «Открытым оком», 28 том, тема «Канонизация», вопрос 3969. Для чего и кто так настойчиво добивается канонизации Ивана Грозного, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин, для того, чтобы в бедах и несправедливых решениях в судах иметь заступника в небесах. И лучшего не нашли, как этого Ивана-тирана. И за ним числят они только одну вину, что мало кровушки пролил. И для утверждения его святости они же изну косточек его приметили, и руку мертвеца, как она поднята, мертвому можно и обе руки поднять. Вот одна из таких, в кавычках, значительных бесед. Имя Христова вообще в беседе даже не упомянуто. А из Библии нет ни словом. А байки о том, что кто-то знал наизусть Библию, это просто метафора. Лично мне очень часто эту фразу говорят. Но она совершенно не соответствует действительности, хотя я и памятью не обделен. И Библию уже, уж 46 лет не выпускаю из рук. Кавычки открыты. Недавно в редакции «Руси православная» состоялся очередной, в кавычках, круглый стол, посвященный проблемам современного православно-монархического самосознания. В ходе беседы были обсуждены два главных вопроса – содержание церковного вероучения православном самодержавии и духовный смысл почитания первого русского помазанника Божия на русском престоле святого царя Иоанна Грозного. В беседе приняли участие Душенов Константин Юрьевич, главный редактор газеты «Русь православная», и Гумен Митрофан Лаврентьев, настоятель Никола Георгиевского прихода Ивановской епархии, и Михаил Вячеславович Ефимов, кандидат в богословие, выпускник Московской духовной академии, историк и публицист Константин Душенов. Тема нашей сегодняшней беседы – церковное учение самодержавии. И начать эту беседу я хотел бы с вопроса к вам, батюшка. В последние годы вокруг монархии ведется много споров. Одни считают, что учение православной монархии является неотъемлемой частью учения церкви, как бы частью расширенного символа веры. Другие говорят о том, что монархия, самодержавие является чистой исторической формой государственного устройства, и никакого отношения к церкви и вере не имеет. Кто же прав в этом споре? Игумен Митрофан. На самом деле Вселенская Православная Церковь всегда занималась строительством именно монархической государственности. С помощью Божией Церковь сформулировала свое учение о той форме государственного устройства, которое позволяет создать оптимальные условия для личного спасения души и соборного спасения народа, собранного в том или ином православном государстве. Эта форма устроения государственности, монархическая, отличается от всех других форм тем, что она строится по принципу иерархичности, является как бы отражением небесной иерархии. Это наиболее оптимальная форма земного устройства человеческого общества. Православный самодержавный монарх не просто политический лидер, избранный каким-нибудь народным собранием, это особый, сугубо церковный чин служения. Причем не просто служение народу, а прежде всего служение Богу. Он предполагает особую ответственность помазанника Божия перед Богом за народ, который Бог ему вручил. Помазание на царство есть Божие благословение царя и его служения. То есть на него не только возлагается сугубая ответственность, но при этом в таинстве помазание дается и сугубая благодать, точно так же, как лирики получают при хиротонии благодать священства, благодать архиерейством. Константин Душенов. Получается, что царь это некая форма церковного служения наряду с епископской священнической. Егумен Митрофан. Безусловно, именно этим монарх отличается от любого светского правителя, президента, премьера или там кого другого. Монархи – единственная Богом благословленная форма устроения государственности, которая позволяет достигнуть истинной симфонии власти и церкви. Так случилось уже при равноапостольном Константине Великом 1700 лет назад. Тогда же сформировалось и церковное учение о самодержавии Константин Душенов. А возможно ли симфония церкви с немонархической государственностью? Егумен Митрофан. Нет. Это просто бессмысленно. Лишено всякого смысла. Как власть, которая не благословлена Богом, может пребывать в гармонии, в духовном единстве с церковью, вводимой Духом Святым? Это все равно, что единение и светость мою. Константин Душенов. Михаил Вячеславович, теперь к вам вопрос. Скажите, в наших духовных школах, в частности в Московской Духовной Академии, какая преобладает точка зрения на духовный смысл самодержавия? Михаил Ефимов. Я должен сказать, что основной состав профессорско-преподавательской корпорации Московской Духовной Академии состоит на монархических позициях. Константин Душенов стоит на монархических позициях, и это дает основания надеяться на то, что те студенты, которые будут выпускать Духовная Академия, будут нести в народ монархические принципы и пытаться возродить в нашей стране святое самодержавие. Я, например, не слыхал от кого-либо из преподавателей Академии каких-либо возражений на этот счет. Мне не приходилось встречаться с представителями республиканских увлечений среди преподавателей. Константин Душенов. Это отрадно. Еще священно-мученик, митрополит Владимир, говорил в свое время, что если священник не является монархистом, то он не достоин стоять у престола Божия и совершать службу Божию. Правильно ли будет, если я сформулирую итог этой части нашей беседы таким образом? Православное содержание не является политической системой, в отличие от республики. Олигархи и диктатуры. Монархой его подданных связывают отношения не политические, но духовные, мистические. В идеале отношения чистой христианской любви, которая, как известно, есть не что иное, как дар Святого Духа. Михаил Ефимов. Именно так, да. Константин Душенов. И сам по себе монарх не является политическим лидером. Он является духовным и державным вождем народа, ведущим его по пути промыслительного предназначения. Промыслительного соборного служения Богу. В этом свете особое значение имеет тот факт, что православный монарх является помазанником Божиим. Русский православный царь на протяжении столетий вообще являлся единственным человеком на планете, который дважды приступал к таинству мира помазания. Первый раз, как все мы при крещении, второй раз при помазании на царство, когда ему были сообщены особые дары Духа Святого, необходимые для того, чтобы он мог нести это царское церковное послушание. А, кстати, можно ли вообще царское служение назвать церковным послушанием? Игумен Митрофан Да, конечно, я ведь уже говорил об этом. Михаил Ефимов Игумен Митрофан упомянул имя первого христианского государя Константина Великого. И в этой связи мне хотелось бы напомнить, что Константин был не просто императором, он вполне официально именовался епископом внешних дел церкви. В кавычках. Этот титул, это именование как раз указывало на то, что власть христианского государя носит неполитический и духовный смысл. Константин Душина Тогда объясните мне, пожалуйста, почему же сегодня мы наблюдаем в среде духовенства достаточно мощное антимонархическое течение, которое поддерживает значительную часть епископата. Течение, которое напрочь отрицает какое-либо духовное значение самодержавия и утверждает, что на самом деле монархия является всего-навсего человеческим изобретением одной из политических форм государственного правления церкви. Церкви же, мол, совершенно безразлично, какова форма политического правления, поэтому к самодержавию она совершенно никак не причастна. А ту точку зрения, которую мы сейчас описали и изложили, представители этой группировки называют ересью царь божничества в кавычках. Михаил Ефимов Да, вы правы в том, что, к сожалению, среди священнослужителей встречаются люди, которые не признают богоустановленную власть христианских государей. Но с моей точки зрения, позиция этих священнослужителей противоречит как церковному вероучению, так и позиции святейшего патриарха Алексея II, который неоднократно публично заявил, что самая благоприятная и самая желанная власть для православной церкви – это власть христианских государей и помазанников Божиих Константин Душинов. Но тогда непонятно, почему же значительная часть епископа стоит на иной точке зрения. Батюшка, вот вам изнутри виднее большей своей части, в пользу православной монархии, или этот вопрос находится на периферии сознания современных священников. Игумен Митрофан. Трудно оценить статистически количественно пропорцию монархических и немонархических убеждений священников. Да, к сожалению, есть достаточно значительное количество священнослужителей, которые не понимают священного мистического смысла православной монархии. Это, впрочем, неудивительно, если в Московской Духовной Академии об этом еще говорится, то в провинциальных семинариях, особенно в тех, которые были сформированы в последние 10 лет, уровень преподавания оставляет желать много лучшего. Большинство семинарий просто недостаточно квалифицированных преподавателей. За последние годы в связи с бурным церковным строительством, восстановлением храмов и монастырей, произошел большой приток молодых священнослужителей, которые не прошли необходимой духовной школы. Вот этот пробел и дает свой горький плод неправильное понимание сути церковного учения о православном самодержавии. Константин Душенов. Знаете, батюшка, я, может быть, и горькие слова скажу, но мне представляется, что главная причина такого печального невнимания к этой части церковного учения, новая учения в ином, просто значительная часть нашего, в кавычках, новорусского духовенства уже сумела строиться в нашу нынешнюю севдодемократическую жизнь. Эти люди уже нашли свою нишу в рамках того состояния русского общества, в котором оно сегодня находится. Они неплохо устроились и хотят дружить с нынешней властью. Но нынешняя власть не монархическая, нынешняя власть безбожная. А они хотят сохранить с них хорошее отношение. Это, конечно, касается, в первую очередь, высших иерархов церкви, епископов. Для того, чтобы дружить с такой властью, надо, наверное, говорить ей какие-то неприятные слова. Нужно откликаться в первую очередь на призывы этой власти, проповедовать в этой ситуации о монархе как бы и неловко, да и зачем, собственно. И есть еще один аспект. Дело как раз в том, что самодержавие является неполитической, а духовной формой народного бытия. Но усвоение любого плода, духовного плода, требует немало труда. Скажем, пребывать гражданином в демократической республике никакого труда не составляет. Пребывай себе и пребывай, живи как живешь. И ладненько, только не нарушай уголовный кодекс и все будет нормально. А быть исправным, подданным православному государю, помазанника Божия, просто так нельзя. Это накладывает на человека определенные духовные обязательства, это требует от него определенного труда в устроении личной жизни, семейной жизни, общественной жизни такого государства. Михаил Ефимов. Это подразумевает жертвенное служение. Константин Душенов. Совершенно верно. Это жертвенность, которая на самом деле составляет смысл и суть христианского учения. Она ведь далеко не всем доступна. И значительное число наших пастырей просто сознательно закрывает глаза на эту часть первого церковного вероучения, для того, чтобы не отягощать свою сегодняшнюю жизнь. Михаил Ефимов. И заглушить свою христианскую совесть. Константин Душенов. Мне кажется, что именно с этим связана еще одна проблема, которая в последнее время довольно бурно обсуждается в среде православной общественности. Даже последний архиерейский собор посвятил этому немало времени. Эта проблема связана с отношением народа церковного к первому русскому царю, к первому помазаннику Божьему на русском престоле Ивану Васильевичу Грозному. Михаил Ефимов. Это самая болезненная проблема у нас сейчас. Константин Душенов. Мы знаем, что внутри Русской Православной Церкви сегодня существует достаточно большое количество верующих, которые свидетельствуют о святости этого государя, о своем почитании Иоанна IV как угодника Божия. Среди них есть и миряне, и священники, и даже епискоты. Они ведут дело к тому, чтобы очистить образ Грозного Царя от клеветы и восстановить его церковное почитание. Ведь в XVII веке он уже был прославлен как местно чтимый святой. В то же время либеральная экуменическая часть духовенства и священноначалия категорически не приемлет этой точки зрения и всячески пытается доказать, что Иван Грозный был просто в кавычках тираном на троне и говорить о его почитании как святого угодника Божия могут только не совсем здоровые люди. При этом святейший патриарх Алексий II неоднократно публично озвучивал эту последнюю точку зрения. Более того, еще два года назад он заявил, что говорить о почитании Ивана Грозного как святого могут либо провокаторы, либо враги церкви в кавычках. Скажите, батюшка, какова ваша точка зрения на эту проблему, проблематику? Игумен Митрофан. Я считаю, что это неприятие Иоанна IV со стороны либерально-экуменических кругов есть в наследии нашего коммунистического воспитания. То есть исторические штампы, те исторические штампы, которые в свое время были вбиты в головы миллионов людей, настолько глубоко засели, что очень тяжело от них освободиться. Это первое. Вторая причина отрицательного отношения к царю Иоанну Васильевичу Грозному, к великому царю, это неосведомленность, непросвещенность людей, их неинформированность. К сожалению, истинную историю, которая, к счастью, сохранилась в наших летописях, документов, которые содержат множество свидетельств о святости грозного царя, знают очень немногие. Первый брешь завала клеветы пробил еще преснопамятный митрополит Иоанн Снычев. В книге «Самодержавие духа», которая была написана в 1993 году, он писал. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Это евангельское изречение, пожалуй, точнее всего, передает суть многовекового спора, который ведется вокруг событий царствования Иоанна Грозного. С легкой руки Карамзина стало считаться признаком хорошего тона обильно мазать эту эпоху черной краской. Даже самые консервативные историки-монархисты считали своим долгом отдать дань русофобской риторике, говоря о дикости, свирепости, невежестве, терроре, как о само собой разумеющейся чертах эпохи. И все же, говорит Владыка Иоанн, правда рвалась снаружи. Свет, беспристрастность и время от времени вспыхило на страницах исследований среди тьмы, предвзятости разрушая устроявшиеся антирусские, антиправославные стереотипы. Целая глава этой книги посвящена царствованию государя Иоанна. В ней митрополит говорит, а между тем это так просто, не было никакого тирана на троне. Был первый русский царь, строивший, как и его многочисленные предки Русь, дом Пресвятой Богородицы, считавший себя в этом доме не хозяином, а первым слугой. Конец цитаты. Константин Душенов, скажите, пожалуйста, Михаил Вячеславович, вот вы как историк, как могли бы характеризовать царствование государя Иоанна? Мы все с детства со школьной скамьи знакомы с утверждением о том, что он был жестоким тираном, что он убил своего сына, что он опричным террором залил кровью Россию. Насколько справедливы это утверждение, Михаил Ефимов. Я уже довольно давно занимаюсь серьезными исследованиями этой эпохи и непосредственно личностью царя Иоанна Васильевича. Мне посчастливилось добыть целый ряд свидетельств и аргументов, которые доказывают невинность русского царя во всех этих мифических преступлениях, показывая, что он был оклеветом. Константин Душенов, тогда вот о чем я хотел бы спросить вас. На состоявшемся осенью 2004 года архиерейском соборе в приложении к докладу митрополита Юйеналия, который возглавляет комиссию по прославлению святых Московской Патриархии, есть два документа, так называемые приложения номер 4 и номер 5. Это какие-то очень таинственные документы, которые неким странным образом оказались внесены в деяния собора. Хотя они на соборе не обсуждались и никто из архиереев их глаза не видел. Эти приложения как раз посвящены обоснованию той точки зрения, что Иван Грозный это кровавый тиран, а люди, которые как-то пытаются излагать иную точку зрения, они просто не совсем здоровые. Там вообще много говорится о несостоятельности аргументов сторонников канонизации, в кавычках, Ивана Грозного. И совершенно игнорируется тот факт, что таковых сторонников просто не существует в природе. По той простой причине, что Иоанн IV уже был канонизирован в XVII веке. В этом приложении сказано, сторонникам канонизации не удалось представить ни одного нового исторического источника. А я знаю, что в Российской государственной библиотеке недавно был найден оригинал святцев Корея Женского монастыря XVII века. И в этих святцах монастырских Михаил Ефимов, царь Иоанн Васильевич, числится как святой Константин Душинов. Именно так, Михаил Ефимов, эти святцы действительно написаны в XVII веке, поэтому принято считать, что уже с того времени верующие молились царю Ивану Васильевичу как местному чтимому святому московской епархии Константин Душинов. А каков духовный авторитет этого источника? Если мы имеем перед глазами источник XVII века монастырские святцы, где сказано о том, что царь Иоанн Васильевич, почитатель как святой, является ли это достаточным святым духовным, богословской точки зрения для того, чтобы утверждать, что почитание царя Иоанна существовало, и он являлся местно чтимым святым. Игумен Митрофан. Безусловно, этого вполне достаточно для такого вывода. До революции вообще вся русская церковь почитала Иоанна Васильевича как святого. Главное, народ почитал. Еще одним свидетельством совершившихся прославлений царя Иоанна служат его иконописные изображения. Их насчитывается семь или восемь, точно не помню. Начиная с иконы в грановитой палате Кремля, написанную по указанию государя императора Александра Третьего. Есть и другие. Михаил Ефимов. В Архангельском соборе, например, хотя те люди, которые верят клевете, возведенной на царя Иоанна Васильевича, говорят, что в то время мог было принято изображать христианских государей как святых. С нимбом вокруг головы. Но я лично не знаю иконописного изображения какого-либо другого государя, кроме Иоанна Четвертого, который был бы изображен именно таким образом. Константин Душенов. Ну да, ни Екатерины Второй, ни Анны Иоанновны, ни Петра Третьего мы с нимбами нигде не увидим. Михаил Ефимов. И я не знаю исторических доказательств существования такой традиции, поэтому я изображение Иоанна Четвертого, обретаемое в Архангельском соборе Московского Кремля, считаю одним из аргументов церковно признанной святости Иоанна Четвертого Константин Душенов. Я слышал о том, что уже в наше время в Москве в одном из храмов находилась новонаписанная икона царя Иоанна Грозного, которая в частности мироточила. Игумен Митрофан. Да, эта икона существует и ныне. Написана она была монахом Григорием из Петербурга. Он написал ее по благословению, в блаженной памяти старца Николая Гурьянова. Константин Душенов. Простите, батюшка, а вы лично видели эту икону? Для меня, как для верующего христианина, очень важно свидетельство очевидца. Игумен Михаил. Да, видел неоднократно. И видел, что эта икона, как эта икона мироточила. Она неоднократно была на окрестных походах. Во время одного из крестных ходов, я уж сейчас не помню какого, вроде по поводу сретения Владимирской иконы Богородицы, эта икона замироточила в первый раз. После этого еще несколько раз происходили такие мироточения. И необыкновенное ощущение благодати от этой иконы исходит. Там царь изображен в схеме. Монаху, иконописцу, который писал икону, было такое видение. Он как увидел, так и написал. И это изображение было благословлено отцом Николаем Гурьяновым, который, кстати, тоже всегда говорил, что не надо заново прославлять царя Иоанна Васильевича, так как он давно уже прославлен. Константин Душенов. Константин Душенов. Дополнительно известно, что у Иоанна IV были четыре венчаных супруги. Причем причиной их брака было вовсе не сластолюбие царя, а государственная необходимость рождения наследника престола. Так что даже четвертая женитьба Иоанна Васильевича состоялась по благословению русских архиереев. Дело в том, что его третья жена умирала буквально спустя несколько дней в поиске таинства в раковинчане. И государь не познал ее как жену, поэтому он просил у священноначалия русской православной церкви благословения на четвертый брак в виде исключения. Им было сказано, неужели вы хотите, чтобы русским государством управлял человек впадший в блуд? Если вы этого не желаете, то благословите меня на четвертый брак. И такое благословение было дано Константин Душенов. Тогда получается, что утверждение о том, будто царь попал под епитимию, и ему запретили причащаться и даже молиться в церкви, как это написано в приложении, не соответствует действительности. Так откуда же взялось это утверждение? Михаил Ефимов. Мне самому интересно было узнать, на каком материале, на каких исторических данных базируется это голословное утверждение? Константин Душенов. Кстати, критики Иоанна IV почему-то игнорируют тот факт, что одной из важнейших причин царского многобрачия стали умышленные отравления его родственников различными боярскими группировками, боровшимися за власть. Вы знаете, наверное, что в 1963 году была вскрыта гробница Иоанна Грозного, вскрыто захоронение его ближайших родственников, и были проведены научные исследования их останков. Так вот, в деятельности комиссии, которая производила научные исследования, сказано, что в останках царя Иоанна Грозного и его сына Ивана, старшего сына которого он якобы убил, показания естественного фона, портути превышены в 32 раза. То есть они были отравлены. Что касается царицы Анастасии, первой любимой жены государя, то у нее в волосах превышение содержания ртути над фоном было в 120 раз. Это совершенно очевидно, свидетельствует о том, что и она, и государь старшего сына были просто отравлены с помощью какого-то ртути, содержащего препарата. Игумен Митрофан. Да, да. А вообще известен исторический факт, что из рода Иоанна Грозного 19 его родственников были отравлены таким же способом, Константин Душенов. Это, кстати, объясняет, почему в Святцах Корежемского монастыря царю помянут именно как мученик. Для меня раньше это было непонятно, но раз уж я заговорил о результатах деятельности комиссии, не могу удержаться и не сказать еще об одном. Когда были вскрыты захоронения, я повторюсь, что это был 1963 год, и вскрывали захоронения люди, никакого отношения к цирке не имеющие. Советские историки с партбилетами в кармане и сплошным атеизмом мозга, кто в Громице государя обнаружили его сохранившиеся мощи. У меня даже есть фотография, где видно, что они сохранились нетленно. Весь скелет сохранился, сохранились фрагменты схимы, а это подтверждает тот факт, что царь перед смертью действительно был пострижен схиму с именем Ионы. Еще для верующего человека весьма поучительно в той, в какой позе эти мощи лежат. Левая рука царя покоится на груди, а десница государя поднята в благословляющем жести. Я хочу обратить на это особое внимание, потому что для православного сознания решающее значение имеет не научная фактура, а духовный смысл содержания. Этот факт, что государь умер, постриженный великую схиму, на протяжении 400 лет сохранились нетленными его мощи, почитавшие, почивавшие в Кремлевском соборе, и что он почивал гробницы из десницы, поднятые в благословляющем жести для верующего, сердца говорит гораздо больше, чем десятки научных статей, которые написаны сухим и бесстрастным рациональным языком. В связи с этим вот что я еще хочу сказать. В приложении к докладу владыки Ювеналия в частности утверждается, что царь Иван умер, играя в шахматы. А дальше цитирую Чин, пострижение в схиму производился над бездыханным телом, то есть люди, которые тогда совершали этот постриг, обвиняются в кощунстве, в святотатстве, Михаил Ефимов. Причем обвиняются абсолютно бездоказательно. На каком основании делаются такие заявления, мне совершенно непонятно. И проверить такие инсинуации невозможно, хотя даже если государь и умер за игрой в шахматы, что в этом плохого? Смерть может засадить человека в любом месте. Константин Душинок. Они приводят эту версию, очевидно, для того, чтобы исключить возможность его пострижения в схиму. Потому что представить себе схимника, играющего в шахматы. Михаил Ефимов. Да, да, одно другому противоречит. Игумен Митрофан. Я специально ознакомился с материалами комиссии 1963 года. Видел киносъемку, вскрытие гробницы. Там зафиксировано, как последовательно вскрывали останки царя Иоанна Васильевича. Видел и фотоотчет о работе комиссии. Схима государя, кстати, сохранилась целиком. На первой фотографии, когда открыли крышку, видно, что она цела. Может быть, она была веткой, но, видимо, видно, что она сохранилась. Показательное то, что описание мощей, которое было дано этой комиссии, точно соответствует тем описаниям, которые дошли до нас со святой горы Афон, где описывается, как обретались святые мощи тех угодников Божьих, которые подвязались на Афоне. В частности, описывается такой же желтый цвет костей. Еще один важный факт, который отцвыл к комиссии, заключается в том, что старший сын грозного царевича умер от отравления, а вовсе нет удара в голову. Никаких следов, никаких травм на его теле не было. Константин Душинов, кто же является автором этого мифа о цареубийстве? Михаил Ефимов, Антоний По-Севин. Иоанн Васильевич был очень образованным человеком. Даже его противники признают, что он был самым образованным человеком в своем времени. Даже Карамзин признает, что Иоанн IV наизусть знал Библию. Кстати, лишний повод для размышлений критикам грозного государя. Как может тиран, кровожадный и безнравственный человек наизусть выучить Библию? Это же явная противоречие. Константин Душинов, святитель Игнатий Бринчалинов, писал, что только подвижники и насельники египетских монастырей IV-VI веков, то есть в эпоху расцвета древнего монашства, были способны при особой помощи благодати Божией изучить священное писание наизусть. Выучить священное писание наизусть. Но вернемся к Антонию По-Севину. Что же получается? Он, будучи личным врагом и ненавистником царя Иоанна Васильевича, для того, чтобы каким-то образом оправдать неудачу своей миссии, измыслил ложь об особой кровожадности царя. Мол, как вообще можно договариваться с этим кровавым гурталаком? Он вообще никаких аргументов не способен воспринимать. Он даже сына, собственно, убил. Собственно, убил. То есть этот миф оказывается измышлен с конкретной политической целью человеком, который преследовал при этом свои корыстные интересы. Меня удивляет, что после этого он так охотно был принят на веру русской историографии. Долго кочевал из одного исследования в другое. Да и теперь порой преподносится в качестве бесспорного исторического факта. Михаил Ефимов. Чтобы опровергнуть этот миф, достаточно вспомнить, что сам Посевин прибыл в Москву спустя много времени после кончизма царевича Иоанна. Так что он не является современником этой смерти. И все его утверждения – это голословная клевета Константин Душинов. Вообще большая часть утверждений о жестокости царя, о его неправославном поведении опирается на свидетельства иностранцев. Антоний Посевин, Джером Гарсей, Михаил Ефимов, Гер Берштейн, австрийский посланник Константин Душинов. Да, Шлихтинг, Штаден, немец Штаден вообще был шпионом. Его прислали в Россию с целью составить план возможного вторжения и завоевания западных русских областей. Почему же находятся русские православные люди? Такой охотой верят в этой клевете. Просто загадка какая-то психологического характера. Игумен Митрофан. Эта клевета целенаправленно поддерживается врагами России и русской церкви. Врагам нашего Отечества царь Иоанн доселе не дает покоя. Просто в голове не укладывается, ведь столько свидетельств, столько доказательств благочестивой жизни царя. И даже Карамзин пишет, как царь перед венчанием вместе с царицей свершил паломничество пешком в Троицу Сергию Лавру. Выдержив при этом еще и сорокадневный пост. Его жизнь полна благодатными чудесами, начиная буквально с момента крещения, когда трое великих российских царцев были приглашены, чтобы приняли участие в этом таинстве. И эти царцы святой жизни засвидетельствовали необыкновенность младенца. Было получено благословение самого Сергия Радожского. После крещения младенец был возложен на мощи святого. Это уже потом врагами были измышлены от царей дичайшие выдумки. Жуткая клевета просто немыслимая. Константин Душина, мне кажется, что такими выдумками они обличают сами себя. Люди, которые способны распространять заведомые клеветы, явно не заинтересованы в установлении истины. Они заинтересованы в том, чтобы любыми путями замазать эту эпоху, создать для русского народа препятственные пути духовного осмысления, жизненного подвига первого русского царя, помазанника Божия, который заложил основы нашей государственности, основы Москвы, как Третьего Рима. Я вам приведу еще один пример вопиющей недобросовестности. Приложение к докладу митрополита Ювеналья в тщательстве утверждает, что Иван Грозный имел прямое отношение к убийству святителя Филиппа митрополита Московского. Михаил Ефимов. Нелепость какая? Константин Душина. Нелепость я понимаю. Но при этом говорится, а вот что по этому поводу утверждал такой святильник церкви, как святитель Дмитрий Ростовский, составленном им чьих минеях. И дальше приводится большая цитата. Но цитата приводится не из оригинальной «Жития святителя Дмитрия» Михаила Ефимов, а из синодального адаптированного издания 1913 года. Константин Душина. Совершенно верно. Те люди, которые писали этот доклад, даже не знают, что «Жития» Дмитрия Ростовского в оригинале вовсе не идентичны тому многотомному изданию чьих миней, которое было осуществлено в начале 20 века. И в тексте святителя Дмитрия Ростовского нет и следа той безумной клеветы на царя Иоанна, которую они пытаются святителю приписать. Возникает вопрос, что это? Некомпетентность или злой умысел? Зачем это делается? Какой в этом смысл? Все эти бесконечные стоны о кровавой опричнине, жестокости, несовершенно беспочвенном. Вот митрополит Иоанн, что по этому поводу писал, «Приняв на себя по необходимости работу самую неблагодарную, царь, как хирург, отсекала тело России гниющие бесполезные члены. Имею в виду все эти боярские заговоры, бесконечную череду измен, которую перетерпел государь, Иоанн не обольщался в ожидаемой оценке современниками и потомками. Своего труда, говоря, ждал я, кто бы поскорбел со мной, и не явилось никого утешающих я не нашел. Заплатили мне злом за добро, ненавистью, за любовь. В отличие от историков, говорит митрополит Иоанн, народ верно понял своего царя и свято чтил его память вплоть до самой революции, и последовавшего за ней разгроба православных святынь Кремля в могиле Грозного царя приходил простой люд служить панихиды, веруя, что таким образом выраженное почитание Иоанна IV привлекает благодать Божию в дела, требующие справедливого и нелицеприятного суда. Аналогичное свидетельство я нашел у известного церковного историка Николая Тальберга. Он тоже пишет о том, что на могиле у Иоанна Грозного все время служились панихиды, потому что народ верил, что молитва к Грозному царю способствует справедливому решению судебных тяж. Михаил Ефимов, кстати, Тальберг считается самым справедливым и объективным православным историком Константин Душенок. Но противники царя Иоанна утверждают, что митрополит Филипп не единственный угодник Божий, который пострадал от жестокости царя Иоанна. Как пишут, что преподобного Корнелевского-Печерского и вовсе раздавили какой-то страшной машиной прямо на глазах у царя. По другой версии, царь сам ему голову отрезал. Каковы основания для таких утверждений? Михаил Ефимов, нет никаких исторических данных, которые бы подтверждали подлинность этих заявлений. Известно, что преподобный Корнелий Иегумен Псково-Печерский скончался тихо и естественной смертью. 20 февраля 1570 года после мирно благочестивой беседы с царем Иоанном Грозным. В этой связи меня весьма тяжко вручает тот факт, что среди насельников Псково-Печерской обители до сих пор поддерживается повествование о том, как царь Иоанн Васильевич, встретив у ворот монастыря Иегумена, порыв ярости, выхватил свою саблю, отсек Иегумену в голову, но тут же раскаялся, подел его на руки и понес через всю территорию монастыря Кустинскому собору плача и рыдая. Этот миг поддерживается не только в качестве устного предания, даже в службе святому Корнилию Псково-Печерскому, которая находится в служебных минеях, которые, если не ошибаюсь, оставлены в середине прошлого века. Тоже содержится та же самая версия, где говорится о причастности царя к смерти святого Корнилия. И ведь это богослужебная книга минея. Я хочу спросить вас, батюшка, скажите, а кем утверждалась эта служба? Она внесена в минея, и значит ли это, что мы должны безоговорочно признавать ее духовный авторитет и как часть церковного предания? Иегумен Митрофан, вы знаете, здесь мы прикасаемся к серьезной проблематике, из-за которой, собственно говоря, враги России и православия больше всего ненавидят царя Иоанна Васильевича Грозного. Мы подходим к теме о ересе жидовствующих, с которой он боролся. Ибо искажение богослужебных книг, искажение церковного предания начали именно жидовствующие. И ко времени Иоанна IV церковь была уже глубоко заражена этой ересью. Царь своими решительными действиями продолжил дело святителя Геннадия Новгородского, преподобного Иосифа Володского и спас церковь от ереси. Но все-таки уничтожил он ее не до конца. Еще мой отец духовный говорил мне, что единственная ошибка царя Иоанна Васильевича была то, что он до конца эти метастазы раковые не уничтожил по жалости своей человеческой. Вместо того, чтобы казнить, он отправил еретиков в ссылку. И оттуда еретические метастазы со временем вновь начали останяться в церкви. Особенно ясно это проявилось в 19 веке. Я много сталкивался с такими источниками, испорченными, подделанными, искаженными в церковно-богослужебных книгах, нотных записях. Я много раз сталкивался, например, с сатанинской символикой, которая была внедрена в церковное искусство. Тогда как-то невнимательно относились к этому. Посмотрите, сатанинские пентаграммы в 19 веке с Поши рядом встречаются и в богослужебных книгах, и в иконах Песии, и в церковной архитектуре. У нас в Санкт-Петербурге купол таря в храме Смоленского кладбища до сих пор украшен могендовидами. Игумен Митрофан. Ну вот, видите, еретики постепенно вымарывают нашу историю, истинную историю, и навязывают нам историю ложную, мифологизированную. В частности, достоверно известно, что в летописи Повичерского монастыря нет никаких свидетельств, что игумен Кормелий был казнен. Он почил собственной смертью, и в старых книгах 17 века именуется преподобным, а не священномучником. Так что к любым свидетельствам 19-го, а уж тем более 20-го века, надо относиться очень осторожно. Как говорится, доверяй, но проверяй. Константин Душинок. Есть еще один важный момент, который, с моей точки зрения, требует серьезного обсуждения. Я опять обращусь к этим пресловутым предложениям к докладу митрополита Виналия, которые подсунули потом в деяния собора. Я думаю, что это было сделано для того, чтобы потом, лет через 5 или 10, получить возможность ссылаться на них, как на деяния собора. Вот, мол, на соборе-то в 2004 году уже обсудили вопрос, расчет прост, кто там потом вспомнит, обсуждались эти предложения или не обсуждались, являются они соборными деяниями или не являются. Главное, всунуть их в папочку с деяниями собора. А в этих приложениях, кроме пересказок, леветнических измышлений и исторических мифов, сказано еще вот что. Вину царю Иоанну Васильевичу Грозному ставится ложная с церковной и богослужебной точки зрения понимания значения царя в церковной жизни. То есть получается, что он, будучи первым помазанником Божиим и восстановив разорванную после падения Византии цепь благодатного преемства, помазание на царство поступил неправильно. Что же еще можно воспринимать, как неправильное понимание роли царя? То, что он говорил, азмь есть царь Божьим произволением, а не многометежным человеческим хотением. Это что ли неправильно? Игумен Михаил. Это свидетельство царя о себе и свидетельство своего величайшего значения для русского государства, для русского народа, для православной церкви. С восстановлением чинов помазания на царство произошло мистическое действие, произошло привитие новой русской ветви к благодатной лозе христианской государственности. Михаил Ефимов. И не случайным инициатором помазания Ивана IV на царство был Макарий, который обретается в наших связках как подвижник благочестия. Деяние 12.21.24 В назначенный день Ирод, одевшись царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал, это голос Бога, а не человека. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Слово же Божие росло и распространялось. Премудра Соломона. 14.15.20-21 Отец, терзающий горькою скорбью Арана, умершем сыне, сделав изображение его как уже мертвого человека, затем стал почитать его как Бога и передал подвластным тайны и жертвоприношения. 15.15.20 К усилению же почитания от незнающих поощряло тщанье художника, ибо он, желая, может быть, угодить властителю, постарался искусством сделать подобие покрасивее, а народ, увлеченный красотой и отделки, незадолго перед тем почитаемого, как человека признал теперь божеством. И это было соблазном для людей, потому что они покорялись или несчастью, потому что они покорялись или несчастью, или тиранству. 15.15.20 15.15.20 16.20 16.20